На сцену на Площи Славы за час концерта «Наша земля, наша родимая Беларусь» вышли в огонь и колькости полу тысячи артистов. Разложенный коллектив народных инструментов имя Иванова, Великого театра, оперы и балеты Беларуси, солисты молодежных студий. Рады работать для могилевчан, для наших гостей, создавать им хорошее настроение. Это наша работа, наш будет подарок могилевчанам. Дорогие могилевчане, поздравляю вас с Днём независимости, добра, покоя, мирного неба и, конечно же, крепкого вам здоровья. С праздником! Далее музычную эстафету подхопил гурт «Тяни толкай». С праздником, друзья! Сейчас как раз будем поздравлять. Подъезжаем к сцене и поздравим двумя убойными песнями. Одна, кстати, премьера будет. Спивакам подпевали, купали их у овациях, а коли на площадь з'яюсь российский выканауц Аляксей Воробьёв, это выкликало заправдный ажиэтаж. Фанаты спивака скористалися моментом, робили селфи и разом подпевали его хиты. Необычная девчонка, я любительный герой, но я обещаю, покажу себя, буду встану. Насколько гостеприимны здесь люди. Это так приятно, когда приезжаешь, ощущение, что ты как будто где-то дома. Как будто вот здесь вот родные твои люди. Безумно приятно. Это какая-то вот наша искренняя благодарность за это. А далее было болей. До головной сцены на кабриолете подъехал народный артист России Олег Азманов. Сегодня для меня и для группы «Скадрон» большая честь поздравить вас с Днём Независимости. Могилёв, выше руки и больше жизни. И пусть будет побольше ясых дней. Как и не промянул, а значит Олег Азманов, Могилёв, что для него не чужая земля. Это родина моих предков. Мои родители родились здесь, в Белоруссии. Поэтому, конечно, меня многое связывает. Мне очень нравится, очень открытый, очень искренний народ. С богатой культурой, историей, с такими мелодичными песнями, с такой природой вообще. Замечательная страна, с такими дорогами, кстати. С такой чистотой. Спасибо вам. Есть кого брать пример. Наталья Ильинич, Виталий Вопсю. Новины региона.